Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами пройдем квест-игру. У вас будет несколько заданий, которые вам нужно будет пройти. После каждого пройденного задания вам будут даваться загадки. С помощью ответа на эти загадки вам нужно собрать ключевое слово из полученных букв. Загадка номер один. С этой буквой веселей, ну и как не улыбаться. Повисеть могу на ней, а еще и подтянуться. Задание номер один. Угадай песню по эмодзи. В этом задании вам предстоит угадать название песни по смайлам. Ты правильно догадался, это не алкоголики Little Big с треком I'm OK. Свежий трючок от дуэта Раса Пчеловод, который, надеюсь, ты уже успел послушать и оценить, и смог без труда отгадать по эмодзи. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мёд, а мне повезёт. Следующая загаданная песня – это совместная работа дуэта Арти Касти, а также Артёма Катчера под названием «Грустный Дэнс». Этот набор эмодзи как привет из 2017 года, ведь в них зашифрованы Элджеевские рваные джинсы, но думаю, ты и так сам догадался. Если ты смотрел мой предыдущий ролик с заедающими песнями, то наверняка знаешь о новом заедающем треке Артура Пирожкова «Алкоголичка». Если не знаешь, такую песню и видео не смотрел, то обязательно посмотри моё видео с заедающими песнями лета, да и клип Пирожкова тоже можешь посмотреть. Вы уже знаете, что нужно делать, если стеснение пропало. И теперь ещё знаете, как выглядит в эмодзи песня Филиппа Киркорова. Седьмая зашифрованная песня – это прошлогодний хит от группы «Время и стекло» под названием «Ебой». Ещё одна заедающая и мега популярная в своё время песня от группы «Грибы» под названием «Тает лёд». Надеюсь, ты ещё не успел её забыть. Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт, мы промокли. Совместная работа финалиста второго сезона песни «Амчи» и победителя первого сезона «Терри» под названием «Прочь». Напоследок я снова вставил Эл Джея и его Саяна Родетку. Загадка номер два. В этой букве нет углов, и она бы укатилась, если масса разных слов без неё бы обходилась. Задание номер два. Угадай пословицу. В этом задании вам предстоит угадать пословицу по картинкам. Угадай послом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Загадка номер 3 Все барашки букву знают, только чуточку смягчают. Известно мне да и тебе, что это буква... Задание номер 3 Ребусы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наш Дельфин ДимаTorzok ДимаTorzok ДИНАМИ 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 говорят, что Андрей их брат. Но сам Андрей утверждает, что у него нет братьев. Кто говорит правду? Ответ достаточно прост. У Андрея действительно нет братьев, но есть три сестры, которые работают врачами. Загадка номер два. В закрытом аквариуме было 10 рыбок. Две из них утонули, 4 уплыли, а 3 погибли. Сколько рыбок осталось в аквариуме? Вы совершенно правы, 10. Ведь ни одна рыбка так и не покинула аквариум. Загадка номер три. Два человека играют в шахматы. Они уже сыграли 5 партий, при этом каждый выиграл по 3 партии. Как такое возможно? Ответ очевиден. Эти двое играют не между собой, а с разными противниками. Загадка номер четыре. Сложите одну тысячу и сорок. Прибавьте одну тысячу. Теперь прибавьте 30. Приплюсуйте еще тысячу. Прибавьте 20. Затем прибавьте еще тысячу. Наконец, приплюсуйте 10. Какова сумма всех этих чисел? Если у вас получилось пять тысяч, посчитайте еще раз. Правильный ответ 4100. Загадка номер пять. Что проходит через города и поля, но никуда не движется? Вы совершенно правы. Это дорога. Загадка номер шесть. Возраст отца и сына вместе составляет 66 лет. Возраст одного можно получить, если поменять местами цифры возраста другого. Сколько лет отцу и сыну? Здесь возможны три варианта ответа. 51 и 15, 42 и 24, 60 и 6. Загадка номер семь. Для определения ее объема нужно воспользоваться ею же, обозначив ее толщину как А, а радиус как Z. Назовите ее. Хотите узнать ответ? Это пицца. Объем V равен P, умноженному на Z, умноженному на Z и умноженному на А. Загадка номер восемь. А теперь попробуйте перечислить подряд пять дней, не пользуясь при этом названиями дней недели или числами. Легче легкого. Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Загадка номер девять. Все пять сестер заняты. Аня читает книгу. Роза готовит. Катя играет в шахматы. Мария стирает белье. Чем занята пятая сестра? Она играет в шахматы с Катей. Загадка номер шесть. Самая первая, самая важная, это буква в алфавите глава. Айболита, если встретишь, тут же скажешь букву... Надеюсь, вы угадали ключевое слово. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание. Продолжение следует...